Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня, наверное, пришлось выйти и сделать эту запись, потому что, ну, какое-то экстраординарное событие произошло. Хочу напомнить тем, кто не подписался на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. А тем, кто продвигает наше видение, видео, которое мы выпускаем на канале, пожалуйста, будем благодарны, если вы разместите его в своих соцсетях, потому что это помогает нам развиваться, двигаться вперед. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто поддерживает молитвенно, кто поддерживает финансово. Теперь у нас есть такая опция, вы можете стать партнерами нашего канала и поддерживать нас на постоянной основе. Что за событие сегодняшнее, о котором хотелось бы поговорить, это, наверное, уже сейчас на всех телеграм-каналах, на всех новостных каналах вышло видео с казнью бывшего заключенного, которого обменяли буквально недавно из украинского плена на, в общем, в рамках этой Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Вот это наш военный, бывший заключенный, вы знаете, может быть, кто-то не знает, была очень большая акция, собирали, и позднее президент подписал какие-то законы, которые разрешили этим заниматься, частным военным компаниям вербовать зэков, зэка это заключенные, с разными сроками, с разными степенью тяжести преступлений, вот, на фронт в Украине. Вот, и война показывает свое звериное лицо, то, что произошло, не укладывается, ну, в голову, ни в какие рамки. Это у нас, в нашей христианской стране, скрипоносной и Богом любимой, Богом избранной. Кстати, Чевлюка распространяется, это частные армии, которые воюют, сейчас их несколько уже, и, наверное, будет больше. И у всех возникает очень такое тревожное чувство, что будет, когда эти частные армии будут возвращаться в Россию, что будет здесь происходить, они кому будут подчиняться, потому что сегодня, судя по тому, что происходит на фронте, они не подчиняются никому, кроме своих руководителей. Вот эти частные военные компании были опробованы уже в Сирии, говорят, в Ливии еще, в каких-то других точках. И, к сожалению, опять нас, россиян, обвиняли, вот, из-за того, что творили частные военные компании, приписывали им зверство, когда убивали, издевались над сирийцами или над кем-то еще. Что произошло сейчас? Я, наверное, короткую дам вам такую справочку. Вот это самое известное ЧВК Вагнера. Ей посвятили песню. Какая-то наша русская певица, или российская певица эстрады, она посвятила вот этому ЧВК Вагнера целую песню. Огромный зал, все обнялись, поют, ЧВК наша русская, зигуют все, выкидывают вот руку вперед. Ну, так это похоже, по крайней мере, да, и она сама тоже зигует левой рукой. ЧВК, 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 и потом они кричат «Вагнер». А сейчас, кстати, поступили новые сведения, что русская православная церковь хочет тоже свое ЧВК зарегистрировать. Мы не знаем, правда или фейка это, но очень похоже на правду, потому что... Потому что, что произошло, когда вербовали в разных колониях, в одной колонии, в которой содержатся бывшие сотрудники органов, скажем так, Министерства внутренних дел, органов полиции, Росгвардии или каких-то других таких структур. Вот, был завербован как раз за убийство один зек, его фамилия нужен. Он давал много интервью, и он попал в плен сразу же, как он объясняет, что он сразу хотел сдаться и воевать на стороне Украины против Путина, против России. Это из его интервью из разных. Вот. В рамках, как я понимаю, Женевской конвенции он был недавно обменен. Да, у него был очень большой срок. Вот. Но, как он сам говорил, что вот для бывших зэков это билет в одну сторону. Их все равно не отпустят, им все равно не дадут помилования. У тебя, как бы, говорят, что полчаса, полгода, и они, в общем-то, даже свободные люди. Он попал в плен. Вот в рамках этого обмена военнопленными он был обменен. И буквально, по-моему, вчера или день назад опубликовали видео его казни. Уже здесь он обменен своими же, и здесь был казнен. Зачем-то записали это все на видео. Его убили кувалдой по голове. И озвучили, как говорят, на телеграм-каналах, там, или на новостных каких-то агрегаторах, близких как раз к этому известному ЧВК. Сам глава ЧВК Вагнера Пригожин, он тоже высказался по этому поводу. Он в такой свойственной ему манере, вот, ну, он называется православным человеком. Он назвал этот процесс окувалдывания. То есть убийство без суда и следствия этой кувалдой, огромным молотом по голове. Ему разморжили голову. Вот. И позднее он, ну, в этом же интервью или там где-то написал, он сказал, что собаки собачья смерть. Ну, и многие очень, очень, очень хорошо восприняли это. Вот такое, знаете, как бы это назвать, не знаю даже, как это назвать. Но нашло, нашло какую-то радость это заявление собаки, собачья смерть в звериных душах некоторых наших сограждан. Не некоторых, их очень много. Это, конечно, знаете, мы думали, что это где-то далеко, это не у нас, что мы народ, вот, недавно праздновали день рождения Достоевского, мы народ, русский народ, одухотворенный нашими писателями, нашими поэтами, нашей культурой, нашим русским миром, оказывается. Оказывается, знаете, вот такие казни показывали, есть в интернете, не советуем, конечно, их искать, смотреть. Казни разных христиан, организации, которая запрещена в России, это ИГИЛ. Они захватывали в плен и казнили, очень большая казнь была египетских христиан, когда им резали горло, убивали их. Это, конечно, это, конечно, что-то, что-то запредельное. И мы думали, что это там, это варварские народы, эти дикие народы. А мы-то народ богоносец, скрипоносный там. И наши, даже религиозные лидеры, они убеждают, вот какие мы все миролюбивые такие. Но чтобы дать это в прямой эфир, записать казнь, как записывали такие же казни, подобные в Сирии, записать уже здесь. Многие говорят, что это акт устрашения, чтобы другие боялись уже. А еще раз повторю, знаете, не оставляет вот чувство, что мы думали, что это где-то там, это не у нас. Оказалось, что это даже где-то здесь. Это у нас, друзья, это вот, я даже не знаю, что сказать на это еще. Без суда, без следствия и никаких заявлений ни прокуратуры, ни следственного комитета, никого, ничего. Вот, по поводу того, что казнили своего же, своего же военнопленного, пусть даже зэка, но он гражданин России. И, тем более, снимать это на видео и распространять это, вот, это, конечно, что-то... Хочу сказать, нам и враги не нужны. У нас свои есть. Буквально вот сегодня, вчера стартовал саммит, юго-восточный саммит G20. Россия входит в эту организацию, всемирную двадцатку ведущих стран мира, ведущих экономических, политических, ведущих военных стран мира. Наш президент не полетел туда, Владимир Владимирович остался в Москве, вместо него полетел господин Лавров, наш министр иностранных дел. И вот такое к его прилету, я не знаю, может быть, он в самолете посмотрел это видео, наверняка ему показали, как сообщают источники в Индонезии и другие западные агентства. Индонезия принимает сегодня G20, что спустившись с трапа, министру стало плохо, он был госпитализирован на какое-то время. Наш пресс-секретарь Министерства иностранных дел, она про... ну, как бы отвергла все, сказала, что очень хорошо господин Лавров себя чувствует, но индонезийцы настаивают, что он был все-таки в госпитале, прошел обследование и сейчас чувствует себя хорошо. Еще раз скажу, что вот в таких ситуациях нам не нужны... нам не нужны враги. Вот на таком, вот представьте себе, да, на таком большом саммите, где присутствуют президенты, большинство стран покажут, а уже наверняка показали, что творится в России, что это не просто Средневековье, это уже... И все это будут связывать с русским миром, с православием. Пригожин много раз заявлял, что и другие, что они православные, вот такие казни творят со своими же, со своими же соотечественниками, без суда и следствия. Какие результаты этого саммита будут? Ну, тут даже уже не надо быть вангой или ванговать, не надо быть пророком, как у нас говорят, да, чтобы смотреть туда, вдаль и видеть, к чему все это приводит и как это все будет прокомментировано вообще мировым сообществом. Скорее всего, это и в ООН куда-нибудь пойдет, кто-то донесет до этого. Друзья, я вот экстренно вышел, потому что многие христиане живут, как, вы знаете, в своей скорлупке. Я уже говорил об этом, это как церковь трех обезьянок, да, и ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Вот мы только в духе, в духе в каком-то, вот, слушают своих вождей, своих, скажем так, епископов. Недавно один молился и просил, чтобы профессионалы пришли. Вы помните это ужасное видео, какому богу он молился, но, видать, был услышан этим богом, чтобы пришли профессионалы. Вот профессионалы теперь вешат казни над россиянами и называют это окувалдованием. Вот, когда размажают голову, кувалдой убивают человека так. Так, господи, прости, прости нашу страну, молитесь, молитесь, друзья, за Россию, что-то бог производит сегодня, какие-то суды над нами, как и над всем миром. Друзья, молитесь, потому что, если все это вернется, оно вернется сюда и очень быстро уже, вот, тем более под такие молитвы, на которые, наверное, сам сатана отвечает. Значит, профессионалы пришли, взяли кувалды в руки. Так и хочется сказать, господи помилы. Друзья, с вами был я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Благословляю вас всех, призываю к молитве за нашу страну, за наш народ, за церковь в России. Вот, и жду вас в среду, в среду у нас состоится новый эфир «Среда обетованная», мы назвали эту программу. Мы поговорим о статистике, о демографии, о том, что происходит в нашей стране и о каких-то процессах в экономике и в демографии и в статистике. Благослови всех, Господь. Не забудьте подписываться на наши видео, распространять их. Спасибо большое за ваши донаты, за ваше пожертвование на наш труд, на нашу работу. И, конечно, храни вас всех, Господь.